Даже если над вашим фильмом работают самые лучшие актеры и съемочная группа, не стоит с радостью бегать по городу и расклеивать афиши и продавать попкорн. Вас ждет еще самый длительный из всех процессов кинопроизводства, а именно постпродакшен. Все те мелочи, которые в совокупности составляют фильм и при этом незаметны невооруженному глазу, создаются именно на этапе постпродакшена или постпроизводства. Он включает в себя монтаж, компьютерную графику, запись саундтрека и дополнительного звукового сопровождения, дубляж, раскрашивание кадра и даже создание титров. Очень важную роль на этом этапе играет монтажер, который вместе с режиссером, а порой наедине со сценарием, отбирает лучшие кадры и задает стиль повествования всей истории. Мы снимаем в оперном театре. Нужно убедиться, что мы сняли все, что нужно, и нам не придется переснимать. Поэтому, как только кадры приходят с видеомониторов, я импортирую их сюда и начинаю монтировать сцену. Для того, чтобы постпродакшен не затянулся, все киноотделы включаются в процесс производства одновременно. Однако, если фильм преимущественно снят на зеленом фоне, то 3D-дизайнеры включаются в процесс еще на стадии препродакшена и создают так называемую превизуализацию. Если для актеров работа на фоне зеленых экранов по большей части игра с богатым воображением в пустой комнате, то для режиссеров это настоящее испытание, так как они не могут увидеть, как все будет выглядеть в итоге с графикой. В помощь им и создается черновая версия сцен на компьютере. Она-то и получила это необычное название «Превизуализация». Фильмы экшен во многом зависят от интеграции реальной съемки и компьютерной графики, поэтому все начинается еще до начала съемок на этапе превизуализации. Создается заготовка того, что хотят операторы и чего хотят режиссеры по спецэффектам. В сцене, где Том идет к кораблю, мы разработали сначала компьютерный шаблон, потом мы распланировали, как ее снять вживую. Для этого мы записали эту сцену под разными углами и перенесли Тома в компьютерное окружение, а затем создали цифрового двойника. В результате работы всех отделов у нас вот что вышло. Примерно 75% нашей работы — это создание предметов окружения. Это может быть как простой предмет из пары деталей, вроде болта или стикера, так и целый космический корабль из 25 миллионов деталей. Для создания сцены в шестом Гарри Поттере нам пришлось обработать 150 разных отснятых планов. Каждый из этапов обработки имеет свои тонкости. Сначала создается трехмерная модель, без движения камеры спецэффектов. Потом мы, так сказать, наряжаем каждый кадр. И, наконец, получаем привлекательную целостную композицию. Если при просмотре фильма вам даже в голову не приходит, что перед вами графика, значит, работа аниматоров, осветителей и всех людей, работающих до полуночи за компьютерами в темных помещениях, удалась. Я очень горжусь, когда работа каскадеров так бесшовно сочетается со спецэффектами, что большинство зрителей даже не понимают. Видят они живой трюк или компьютерную графику. Потому что они не отвлекают их от самой истории. В этом суть нашей работы. Даже после долгих месяцев работы, когда монтажер, казалось, расставил все по местам и фильм, наконец, начал приобретать нужную форму, в нем по-прежнему не достает одной важной составляющей, которая может кардинально изменить ход любой истории. Я говорю о музыкальном сопровождении. Музыка к фильмам или, другими словами, саундтрек имеет огромное значение, так как именно благодаря ему мы во многом понимаем, что чувствует персонаж. Переживаем и дрожим от страха, предвкушая неожиданное для героя событие. Задача аранжировщика и оркестровщика — адаптировать для оркестра музыкальный замысел композитора. Во время записи мы позволяем звуку раскрыться и затем записываем полученный результат. Музыка задает настроение и атмосферу, и выражает дух истории. Это отличный способ передать эмоции и драматизм сцены. Но порой можно пойти и от обратного, чтобы внести что-то противоречивое. Даже если вам нужно передать состояние тишины в космосе, нельзя отказаться от музыки больше, чем на одну сцену. Потому что так вы не создадите тишину. Вы лишь обнажаете все шорохи в кинозале и начинаете отдаляться от аудитории. Мало кто знает, но каждый шаг, сердцебиение, стук двери и даже звук вращающейся ручки создается и записывается отдельно за кадром шумовиками. Благодаря им звуки окружения становятся более отчетливыми, такими, какими мы не слышим их в жизни. Для фильма «Гравитация» нам понадобилось прописать звук для каждого прибора и прикосновения. Мы записывали звуки больничных аппаратов и роботов на заводах при помощи различных микрофонов. Мы записывали звуки, которые издают одежда, дыхание актрисы и создали целую базу, благодаря которой смогли передать чувства персонажей и зрителю. Мне кажется, чем лаконичнее звуковой ряд, тем лучше передается атмосфера. В этом вся прелесть нашей работы. На стадии постпродакшена очень важно устраивать сеансы отсмотра уже готового материала. Причем лучше всего это делать в окружении людей, которые не участвовали при создании конкретного фрагмента, так как они смогут указать на те ошибки и недочеты, которые вы, возможно, допустили из-за изнурительной работы до поздней ночи. Вслед за постпродакшеном вас ждут реклама, дистрибьюция и кинофестивали, за счет которых вам и предстоит вернуть потраченные средства. После этого вы, наконец, сможете свободно вздохнуть и приступить к работе над своим следующим киношедевром. Продолжение следует...